Гибридные или комбинированные инвертора – неплохое решение для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Сам пользуюсь такими устройствами более 8 лет. Их можно применять как без подключения солнечных панелей, только как ИБП, так и полноценно в составе солнечной станции. Давайте попробуем разобраться, что выбрать из того обилия, которое есть в продаже у китайцев. Рассказывать буду не по информации из картинки магазина, а про устройства, которые я тестировал лично, или пользуются мои знакомые. Под видео будут ссылки на представленные инвертора и на некоторые аппараты, которые можно рассмотреть как альтернативу показанным в этом видео. Изучим достоинства и недостатки каждой модели, а также выскажу свое мнение, с которым вы можете согласиться или нет. Окончательное решение каждый принимает сам. Начинаем с самых слабых, по возрастанию мощности. Инвертор с выходной мощностью 800 Вт и напряжением питания 12 В. Вроде бы есть версия на 1 кВт в точно таком же корпусе, если это не маркетинговый ход продавца. Куплен моим товарищем по моей рекомендации. Устройство сделано по схеме тайваньской корпорации Voltronic Power. Встречается в продаже приблизительно с 2012-2014 годов. Из всех здесь представленных имеет самое низкое собственное потребление всего около 15 Вт. Абсолютно тихий в режиме байпас. То есть, когда входная сеть есть, он никогда не включает вентиляторы. При работе от АКБ продувка включается примерно от нагрузки в 80 Вт. Управление кулером интеллектуальное, зависит от выходной мощности. Солнечные панели подключать можно, но функции смешивания сетевой и солнечной энергии нет. Только в режиме АКБ плюс панели. Покупался для питания ПК, освещения и принтера. С задачами справляется. Работает в паре с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 200 Ач напряжением 12 В. Настройки заряда АКБ установлены в ручном режиме. Достоинства. Старая надежная схема, бесшумная работа в байпас. Низкое собственное потребление. Качественное исполнение. Надежные клеммные колодки и винтовое подключение аккумулятора. Даже присутствует реле для запуска генератора. Команда пуск подается при достижении установленного уровня напряжения аккумулятора в настройках. Возможность подключения к ПК с программой WatchPower. Низкий порог рабочего напряжения контроллера. От одной солнечной панели он уже будет работать. Низкие расходы на АКБ. Вот такая батарея с БМС на 100 А к нему подойдет без проблем. Кстати, советую посмотреть видео, как правильно подобрать аккумуляторы к инвертору, чтобы не получить проблем. И недостатки. Стоимость выше, чем у аналогов. И к тому же их уже проблематично найти в продаже. Ссылка будет на другой магазин, где они еще были. Нет функции смешивания солнца с сетью. Низкая выходная мощность. Максимальный ток заряда от сети всего 20 А. То есть быстро зарядить лиферы большой емкости не получится. Шумит во время заряда АКБ и под нагрузкой в режиме инвертора, когда нет сети. Данный аппарат можно смело рекомендовать для питания слабых нагрузок, таких как описано выше. Полезная информация касается всех подобных устройств. Если вы устанавливаете такой инвертор в цепь электропитания квартиры, запомните, что он не пропустит сквозь себя мощность более его номинальной. То есть если вы установили инвертор на 3 кВт сразу после счетчика и на всю квартиру, вы не сможете включать нагрузки более 3 кВт. При превышении этого значения инвертор отключится. Следующий. Номинальная мощность 1 кВт, напряжение питания 12 В. Его преподносят тоже как вольтроник. Не знаю, может просто возле вольтроника лежал, а может действительно сильно удешевленная версия предыдущего. Вся модернизация пошла явно не в пользу. Качественные клеммы заменили на дешевые, в том числе и для подключения АКБ. Инвертор стал шуметь как при работе от аккумулятора, так и в байпас. Наблюдался глюк с неотключением вентиляторов после пропадания электричества на входе во время заряда аккумулятора. У меня не было времени на полноценную проверку его собственного употребления от сети за период времени. Поэтому информации нет. Но что-то подсказывает, что оно будет больше 15 Вт. Единственная фишка, которая мне понравилась, что здесь добавили функцию просмотра температуры радиаторов на экране. Наверное, чтобы понимать, кулер действительно охлаждает или просто заглючил. По температуре это понять можно. Остальные характеристики похожи на предыдущий. Этот инвертор покупали не на Али. Если найду ссылку, то добавлю. Из достоинств это его низкая стоимость, отображение температуры радиаторов и возможность работы с бюджетным Leaf EPO4 на 100 Ач 12 Вольт. Без опасности перегрузить аккумулятор по току. Если хотите знать мое мнение, лучше купить предыдущий, чем этот. Даже если выйдет дороже. Хороший товар дешевым не бывает даже в Китае. Третий и последний с мощностью до 1 кВт, а также напряжением аккумулятора 12 Вольт. Вернее, у продавца их два вида. Этот и версия на 1,5 кВт 24 Вольта. Кроме мощности и типа аккумулятора, отличаются мощностью солнечного поля, которое можно подключить к инвертору. В остальном, все более-менее одинаково. Забегая вперед, могу посоветовать, если вдруг захотите покупать такой аппарат и использовать готовую батарею наподобие этой, то есть 12 Вольт 200 Ач, лучше берите версию 1,5 кВт 24 Вольта, плюс АКБ 24 Вольта 100 Ач. Разница в стоимости инверторов небольшая, а стоимость АКБ и запас энергии в них одинаковы. Про такой инвертор есть два подробных видео в YouTube, поэтому отдельно делать не стал. Из достоинств это его низкая цена. Если попасть на распродажу, с купонами и кодами можно купить за 100 долларов. Относительно широкий диапазон контроллера с низким порогом для начала работы. И он действительно может работать от одной панели. Есть функция смешивания солнечной энергии с сетевой. То есть в первую очередь будет использована энергия солнца, если ее не хватит, будет добавлять от сети. А теперь недостатки. Высокое собственное потребление, как у многих более мощных аппаратов. Бешеные кулера. На холостом ходу они работают в таком алгоритме. Три минуты молчат, пять минут крутят. Под нагрузкой, хоть в байпас, хоть в автономном режиме и во время заряда АКБ будут работать без остановки. Во всяком случае, если вы установите инвертор в своей комнате, спать он вам не даст. Контроллер МППТ хоть и работает от одной панели, но как показала практика, адекватно не хочет работать и с двумя. Как только солнце уходило в сторону, сразу происходили дикие провалы напряжения и мощность была явно меньше возможной. Хотя солнечное поле было на 500 ватт, предопустимых 600. При соединении панелей и последовательной эффект немножко лучше, чем при параллельном соединении. В общем, как аварийный вариант питания, инвертор пойдет. Но если он будет установлен в отдельном помещении, или, например, на дачу. Еще полезная информация. Если вы нашли инвертор с внешним видом, как у показанных здесь, но под другим названием, это будет точно такой аппарат. За исключением нескольких, которые будут показаны в конце. Следующий экземпляр имеет заявленную мощность в 1,6 кВт, но напряжение аккумулятора все еще 12 В. Про этот инвертор у меня на канале есть отдельное видео. Фрагменты из него вы сейчас смотрите. Заявленную мощность держит. Сейчас стоит дешевле, чем раньше. Есть функция подмешивания солнечной энергии к сетевой. При подключении АКБ Лиф ИПО-4 есть возможность быстрой зарядки высоким током. Из недостатков. Потребление около 35 Вт на холостом ходу. Дешевые клеммные колодки. Высоковольтный контроллер с высоким стартовым порогом. То есть для работы от солнечных панелей их должно быть не менее 4 штук соединенных последователей. По шуму кулеров он очень похож на предыдущий. В спальном помещении его не поставишь. Конкретно этот экземпляр покупался исключительно как ИБП для работы насоса отопления и частичного освещения в частный дом. Установлен в нежилом помещении, со своей задачей справляется. Панели к нему не подключали. В данный момент, а уже прошло полтора года, с инвертором все в порядке. В качестве альтернативы можно рассмотреть похожий аппарат с заявленной мощностью 1,8 кВт и батареей на 12 В. Лично я его не проверял, но у меня был его старший брат 24 В, а 3,5 кВт, про который будет рассказано далее. У EDK AM161A старт контроллера указан в 55 В, и он будет работать от двух панелей, соединенных последовательно. Также хотел бы предупредить, если вы используете аккумулятор Leaf EPO4, то для этих инверторов крайне опасно подключать батарею с BMS на 100 Ампер. Сюда подойдет только версия 200 Ач с 200 Амперной BMS, или две сотки, соединенных параллельно. Дальше пойдут инвертора с напряжением аккумулятора 24 В. Снова представитель семейства от Voltronic Power. Это более старшая версия инвертора, про которую я рассказывал в самом начале. Его выходная мощность составляет честных 2,4 кВт. Имеет абсолютно те же достоинства и недостатки, что и первый. Его собственное потребление составляет менее 25 Вт. Это определялось включением инвертора в сеть через счетчик, без нагрузок на выходе. В таком состоянии он находился сутки, потом количество потребленной энергии делилось на количество часов работы. Кстати, это самый правильный способ проверки потребления. Про надежность этого аппарата могу сказать не понаслышке. Дело в том, что это мой первый инвертор, который отработал 8 лет в режиме нон-стоп, с постоянно включенным дисплеем. Сейчас он находится в рабочем состоянии и дисплей не выгорел. Покупался непосредственно у производителя. Посылка приехала с острова Тайвань. Под таким именем сейчас вы его вряд ли найдете, но подобные аппараты в продаже есть. Главное, чтобы нижняя часть была абсолютно такой же. Единственное отличие, что в более свежих инверторах не будет боковых жалюзи, которые заменили перфорацией. Как и младшая версия, смешивать солнце с сетью он не умеет. Итог заряда АКБ от сети довольно скромный в сравнении с современными. Доступно только два варианта – 20 и 30 А. Минимальное количество солнечных панелей для начала работы – всего одна штука. Рабочее напряжение у меня должно быть 24 Вольта. Максимальная мощность солнечного поля – 1500 Ватт. В общем, если вам нужен почти идеальный ИБП, который не раздражает постоянно работающим вентилятором, этот вариант подойдет. БМС литиевого аккумулятора должна быть более 100 А. То есть один вот такой АКБ можно использовать очень осторожно, не доводя инвертор до максимальной мощности. Но лучше установить два таких параллельно. Идеальный ток БМС – не менее 150 А. В качестве альтернативы можно рассмотреть версию инвертора от многим известного производителя GSD Solar. Их аккумуляторы хорошо знакомы, а вот инвертора остались без внимания. В отличие от Вольтроник, здесь обещают подмешивание солнца к сети. И даже работу без аккумулятора. При низковольтном контроллере с диапазоном от 30 до 100 Вольт. Параллельно последовательное соединение панелей. Кстати, возможно, это действительно их собственная разработка. Он вроде бы и похож на подобные, но все равно не такой. Может быть, у меня получится протестировать эту модель, тогда будет понятно, что это за аппарат. 24 Вольта – 3 кВт. Про этот инвертор есть отдельное видео на канале. Возможно, его уже кто-то смотрел. Это был один из первых инверторов, где попытались внедрить человекодиапазонный контроллер с минимальным стартовым порогом от 30 Вольт. Производитель так спешил завоевать рынок, что наделал огромное количество косяков. Еще в том обзоре я говорил, что себе такой бы не взял. Это единственный аппарат из данного видео, который я категорически не рекомендую к покупке. Речь идет не про всю линейку этого производителя, а только про эту модель. Из достоинств тут, наверное, только то, что он держит заявленную мощность в 3 кВт. Остальное – один сплошной недостаток. Контроллер хоть и работает от минимального напряжения, но ведет себя так же нестабильно, как и ESG Solax, про который я уже рассказывал. От большего количества панелей он, скорее всего, будет работать лучше. Но это еще не все. Самая главная его проблема выяснилась уже после выхода видеообзора. Оказалось, что этот инвертор умеет полностью заглушить Wi-Fi. Перестает работать даже проводной интернет. Драйвера некоторых светодиодных ламп начинают сбоить, и лампы мерцают. По переписке с одним из пользователей выяснилось, что такой инвертор полностью выносит мозг BMS аккумуляторной батареи. И нормально пользоваться LiFEPO4 просто невозможно. А с кислотным аккумулятором никаких проблем. Мой знакомый ради интереса проверил этот аппарат частотомером. Его реакция звучала так. Такого мусора в эфире я еще не встречал. К счастью, сейчас уже появилось много альтернативных вариантов, и есть из чего выбрать. И про этот инвертор также есть отдельное видео. Отличается от большинства верхним расположением кулеров. Начнем с недостатков. Реальная мощность ниже заявленной. 3,5 кВт против обещанных 4. Собственное потребление 40-45 Вт от сети и около 30 от АКБ, вместо заявленных 25 Вт. Частое включение кулеров на холостом ходу. Примерно с таким алгоритмом. 5 минут тишины, 45-50 секунд продувки. После доработки, т.е. увеличения радиаторов и обеспечения их контакта с передней крышкой, паузу удалось увеличить с 5 до 20 минут. Обязательное условие – теплопроводящая прокладка должна быть диэлектриком. Надо отдать должное, что продувка происходит на малых оборотах, и шум гораздо меньше, чем у подобных устройств. В работе кулера включаются в зависимости от нагрузки. Минимальная мощность до запуска охлаждения всего 150-180 Вт. На мой взгляд, это маловато. В принципе, перечисленные недостатки присущи многим подобным устройствам в этой ценовой категории. А самым большим достоинством этой модели является отличный МППТ и возможность подмешивания солнечной энергии к сетевой. Те, кто знаком с солнечной энергетикой, знают, что самая высокая КПД у сетевых инверторов, так называемых гридов. Так вот, контроллер этого инвертора показал с двумя панелями результат не хуже, а может быть даже лучше, чем сетевой. Аппарат действительно работает с минимальным количеством панелей и очень высоким КПД. Производитель допускает подключение солнечного поля до 6 кВт. Хотя есть сомнения, стоит ли цеплять такую мощность на инвертор в 3,5 кВт. Также допускается параллельно-последовательное соединение панелей. Это очень полезно, когда нужно направить группы панелей в разные стороны. Например, на восток-запад или юго-восток-юго-запад. В общем, аппарат довольно неплохой. Его можно использовать как ИБП, так и полноценно в солнечной станции. Встречаются в продаже под другими названиями, иногда довольно оригинальными. Баспер, баспер, баспер. В другой боевой раскраске с другим расположением дисплея. Но внутри будет все точно такое, как здесь. Есть старшая версия под аккумулятор 48 Вольт и выходной мощностью 6,2 кВт. Будут они там или нет, я не знаю, но 5 кВт должен выдержать. А может быть и больше. Следующий инвертор это ПАВ МР 4 кВт 24 Вольта. Модель 2022 года. Таких я проверял две штуки. Судьбу одного не знаю, а второй работает в качестве ИБП в соседней квартире. На небольших мощностях шум кулеров очень лояльный. Плановая продувка без нагрузки тоже вполне адекватная. Заявленную мощность держит, хотя неоднократно уходил в защиту по перегрузке. Это связано не с проблемами инвертора, а одновременным включением нескольких мощных устройств его хозяевами. После перезапуска продолжает работать дальше. К сожалению, у меня нет возможности проверить работу его контроллера, так как он имеет высокий стартовый порог и от двух панелей не запустится. Точно выяснить его собственное потребление также не получится. Но вероятнее всего, оно будет от 35 до 45 Вт. В принципе, в качестве бесперебойника свою задачу выполняет на отлично. Работает постоянно уже полтора года. Если будут подключены литий-жизофосфатные аккумуляторы, вы сможете заряжать их большим током от сети. Не буду утверждать, что это правда, но слыхал такое мнение, что именно модель 22 года была самой удачной. А более новая версия стала гораздо хуже. Если кто-то владеет информацией, поделитесь в комментариях. Далее пойдут инвертора с рабочим напряжением батареи 48 В. Устройство, которое вы видите на экране, это снова схема Voltronik Power. В то время, когда они были разработаны, любые гибридные инвертора с мощностью выше 3 кВт были исключительно на 48 В. Именно этот аппарат имеет мощность 4 кВт. Низковольтный шим-контроллер с рабочим диапазоном 60-72 В. Максимальное напряжение открытого контура панелей 105 В. Есть расширенная версия с возможностью подключения нескольких инверторов параллельно. Отличаются от этого наличием коммуникационных портов и платой синхронизации синусоиды. Также есть версия с высоковольтным контроллером MPPT и выходной мощностью 4 или 5 кВт. В сравнении со своими младшими братьями, про которые было рассказано, имеет существенные отличия. Если версии 12 В 800 Ватт и 24 В 2400 Ватт ведут себя тихо в байпас, то этот практически постоянно крутит вентиляторы. Но надо отдать должное, они умеренно шумные. Реализовано интеллектуальное управление оборотами. Из достоинств. В этой версии частично реализована функция смешивания Солнца с сетью. Но она напрямую связана с зарядкой аккумулятора. Заставить его подмешивать солнечную энергию к сетевой у меня получилось, установив напряжение поддерживающего заряда на 0,2 меньше, чем напряжение основного. 56 Вольт и 55,8 Вольт. Специального меню подлитий здесь нет. Но это и не удивительно. Инвертор разработан более 10 лет назад. Вспоминайте, сколько тогда стоили батареи LiFo4. Естественно, он спроектирован под кислотные АКБ. Но в то же время диапазон настроек тока заряда от сети гораздо интереснее, чем у младших версий. Минимально это 2 А, потом 10 и так до 60 А. С шагом в 10 А. Во всяком случае, током 30 и 40 А свои аккумуляторы я заряжал. На 30 он даже не увеличивал обороты вентиляторов. На 40 немного ускорялся. При завершении заряда на несколько десятых Вольта завышает установленное напряжение. Потом откатывает обратно. Поэтому, если вы пользуетесь LiFo4 батареями с ручными настройками инвертора, никогда не ставьте максимально допустимое значение заряда 3,65 Вольта на ячейку. Также не стоит использовать для лития меню АGM аккумуляторов, которое на первый взгляд очень подходит. В целом, вполне достойный и мощный инвертор. Если исключить прожорливые устройства, такие как бойлеры и электроплиты, вполне можно подключать на всю квартиру. Инвертор, который вы сейчас видите, будет установлен в небольшой офис для питания серверной, освещения и нескольких кабинетов с компьютерами. Возможно, будет подключено несколько солнечных панелей, но это не точно. К этому аппарату панели подключаются по параллельно последовательной схеме. Максимальная мощность солнечного поля 2400 Вт. Минимальное количество панелей для начала работы – две штуки последовательно. Хоть инверторы старой разработки, но на сегодняшний день их стоимость существенно выше, чем современных, идентичных по мощности. Следующее устройство также предназначено для работы с аккумулятором на 48 условных Вольт. Но его выходная мощность больше, чем у предыдущего и составляет 5,5 кВт. Выпускается той же фирмой GSD Solar, с которой многие познакомились благодаря LiFo4 аккумуляторам. Как и все предыдущие, он имеет активное охлаждение. Причем вентиляторы работают постоянно. Но в отличие от дешевых моделей, работа кулеров на малой мощности или холостом ходу настолько тихая, что на расстоянии одного метра их уже практически не слышно. Даже при подключении мощных нагрузок обороты увеличиваются не всегда, а по мере нагрева радиатора. Шумным он становится при работе МППТ-контроллера или по команде от термодатчика. Точно выяснить собственное потребление инвертора не было времени. Но обычно у аппаратов с такой мощностью оно составляет около 50-60 Ватт. Как и БП, использовать можно. Но по логике вещей лучше подключать полноценно, вместе с полем солнечных панелей. Контроллер здесь высоковольтный. Минимальное напряжение для запуска должно быть от 120 Вольт, а лучше больше. Это 4-5 штук современных панелей, соединенных последовательно. Зависит от типа панели. А максимальная мощность поля 5,5 КВт. Ток на входе контроллера до 18 А. Теоретически можно сделать разнонаправленную установку полей. Это снова зависит от характеристик панелей. Функция смешивания солнечной энергии с сетевой есть. Ток заряда АКБ от сети 60 А. От Солнца 100 А. И суммарный Солнце плюс сеть тоже 100 А. Инвертор поддерживает параллельное соединение с такими же аппаратами для увеличения мощности. Выпускается в двух версиях. С возможностью контроля АКБ по коншине или без нее. Хоть здесь и нет связи инвертора с батареей, но ничего не мешает подключиться с помощью ручных настроек. Тем более, что аккумулятор имеет встроенный дисплей и можно наблюдать все параметры ячеек. АКБ от того же производителя и про него я уже делал видео. Этот инвертор полгода работал в качестве ИБП, а потом были добавлены 6 панелей по 410 Вт. И сейчас это полноценная солнечная станция. Также есть планы по увеличению мощности солнечного поля. Со слов владельца, за летний солнечный день количество сгенерированной энергии доходило до 17 кВт-часов. Панели установлены под углом 45 градусов и направлены на юг. Из недостатков здесь можно указать разве что на собственное потребление до 60 Вт и хоть и тихие, но постоянно работающие вентиляторы, которые тоже имеют свой ресурс. И последний в этом списке, но самый интересный из всех гибридный инвертор мощностью 5,5 кВт с напряжением аккумулятора 48 В. Он хоть и похож на большинство подобных, но имеет существенные отличия. Дело в том, что его алгоритм работы полностью повторяет дорогие модели, такие как Solis, Deia и подобные элитной серии. Это полноценный он-офф-грид с возможностью отдачи энергии в сеть. Если посмотреть на нижнюю часть корпуса, вроде бы ничего необычного. Один вход, один выход. Но на самом деле здесь два выхода, на котором написано OUT, это для подключения всех необходимых нагрузок мощностью до 5,5 кВт. А второй INPUT одновременно является входом и выходом. Сюда может идти электричество на экспорт или питать ваши устройства любой мощности, которые подключены после счетчика, но перед инвертором. Чтобы избежать выхода электричества в общую сеть, если это не нужно, в комплекте есть токовый трансформатор, так называемый лимитер, который снизит мощность генерации, если ваши внешние устройства будут потреблять меньше, чем генерируют панели. Эта функция задается настройками. Разрешить экспорт или запретить. Кто знаком с такими вещами, как гриды, они же сетевые инвертора, прекрасно поймут этот алгоритм работы. Как видите, у сетевого инвертора только один вход сети, он же выход. Естественно, режим грид работает только тогда, когда есть электричество. Если оно исчезает, инвертор сюда ничего отдавать не будет. Напряжение останется только на выходе OUT и продолжит питать ваши подключенные устройства от аккумулятора и панелей. Теоретически такая схема позволяет работу без АКБ в режиме грид, но в инструкции об этом нет ни слова. Также здесь реализованы такие интересные штуки, как таймер заряда разряда АКБ, запрет работы от сети в определенное время, ограничение тока разряда аккумулятора и другие. Есть возможность контроля АКБ по коншине, но можно воспользоваться и ручными настройками. Более информативный дисплей в сравнении с многими похожими аппаратами. Возможность подключения на две фазы. В общем функционал Elite серии в доступном исполнении. Естественно, охлаждение активное. Кулера работают не постоянно и на малых оборотах. В режиме байпас включается на продувку примерно один раз в 35-40 минут и работает около 5 минут. Очень тихо на малых оборотах, пока не сбросит температуру с 56 до 50 градусов. При наличии сети, мощность нагрузки на выходе никак не влияет на включение кулеров, только в режиме работы от аккумулятора и панелей. Единственная неприятная особенность запуска охлаждения – это старт вентилятора с максимальных оборотов и сброс на минимальные. Кое-кто из гостей, кому посчастливилось застать этот момент рядом с инвертором, чуть кирпичей не наложили. Но в принципе комфорт в квартире он особо не нарушает. А если установить в коридоре, который отделен дверью, то вообще никаких проблем. Дешевые создают шума гораздо больше. Максимальный ток разряда АКБ при мощности 5,5 кВт может быть более 120 А. Это следует учитывать при выборе аккумулятора с БМС. Максимальный ток заряда 80 А. Причем настраивать его можно шагом в 1 А, а не через 10, как у большинства. Естественно, кроме перечисленного, есть все остальные функции, которые доступны в дешевых моделях. Максимальная мощность солнечного поля 6000 Вт. Контроллер высоковольтный, как у предыдущего, от 120 В. Минимум 4 панели последовательно. Для стабильной работы лучше больше. Максимальное напряжение открытого контура цепи панелей 500 В. Проверить полноценную работу от солнца у меня пока нет возможности, по известной причине. Панелей всего 2. А вот в режиме ИБП он работает отлично. Впрочем, как и остальные. Даже дешевые. На этом пока все. Естественно, это далеко не полный перечень устройств, которые есть на рынке. Возможно, какие-то аппараты лучше или хуже показанных. Но я не хочу рассказывать о том, чего не знаю. Что выбрать в качестве ИБП или для полноценной станции, каждый решает сам. Полную тишину в байпас обеспечивают только инвертора номер 1 и 5. Но похоже, что эти модели уже сняли с производства и распродают остатки. Из мощных относительно тихие номер 10 и 11.